MTV World Stage представляет Half-Life 2, Episode 2, компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и изданная компанией Valve в 2007 году. Локализацией и изданием игры на территории России занималась компания Booker, вторая часть трилогии эпизодов, продолжающих сюжет компьютерной игры Half-Life 2. Следуя идее Valve, что каждый эпизод должен основываться на определенной тематике. Episode 2 фокусируется на открытых пространствах, дальних путешествиях и менее линейном геймплее, чем в прошлых играх серии Half-Life. Второй эпизод вышел несколько длиннее первого, в нем 7 глав уровней, рассчитанных приблизительно на 8 часов игры. Действие игры развивается сразу после событий Episode 1 в лесной местности близ уничтоженного Сити-17. По сюжету, Гордон Фримон и Алекс Венс должны добраться до Белой Рощи, базы сопротивления и передать повстанцам захваченные в первом эпизоде секретные данные Альянса, 4 октября 2007 года, за 6 дней до выхода игры. Episode 2 стал доступен для предварительной загрузки через Steam. Компания Valve планировала выпустить Episode 2 в двух версиях. Первый вариант издания, называемый The Black Box, должен был выйти только в версии для персонального компьютера и содержать непосредственно Half-Life 2, Episode 2, многопользовательский шутер Team Fortress 2, а также экшен-головоломку Portal. Позднее издание Black Box было отменено Valve по маркетинговым соображениям. Другое издание, The Orange Box, вышло в версиях для ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 и включало оригинальный шутер Half-Life 2, Half-Life 2, Episode 1 и Half-Life 2, Episode 2, а также Portal и Team Fortress 2. Версия Black предназначалась для любителей серии, которые уже приобрели Half-Life 2 и первый эпизод трилогии. С The Orange Box позиционировался коллекционное издание, которое объединит все игры серии, а также позволит новичкам узнать полную историю фантастической вселенной Half-Life. Игра также поступила в продажу как отдельное издание на одном DVD, на территории СНГ игру издала компания Buka. Игровой процесс. Главная особенность второго эпизода — большие открытые пространства. Лесная местность дает игроку свободно путешествовать на новом автомобиле, а геймплей становится менее линейным. Согласно задумке, с разнообразной тактикой ведения боя каждая битва будет не похожа на предыдущую. Кроме лесных территорий, игрок пройдет заброшенные шахты, гнездо муравьиных львов и ракетную базу. Во втором эпизоде нет такого сосредоточения на кооперативной игре, как в первом, хотя сюжетный игрок проходит всю игру вместе со своей напарницей Алекс Вэнс. Во многих игровых событиях она по тем или иным причинам не принимает участие. Кроме Алекс, игроку предстоит сражаться бок о бок с дружественными вартигонтами. В эпизод 2 был немного изменен инвентарь игрока, фонарик теперь работает на независимый от хэв костюмов Римена Батареи. Разработчики расширили круг использования гравипушки, помимо применения ее вместе с бомбами для страйдеров, было добавлено множество новых объектов, которые можно запускать во врага. Сюжет. Сюжет эпизода продолжает события эпизод 1, после взрыва цитадели поезд, на котором уезжали Гордон Фриман и Алекс Вэнс, попадает под взрывную волну и терпит крушение. Им приходится добираться до главной базы сопротивления, комплекса Белая Роща, своими силами. Главная цель – доставить в Белую Рощу данные, добытые в цитадели, содержащие секретные планы руководства Альянса, а также код частоты сверхпортала, образовавшегося над разрушенным Сити-17. Этот портал должен вновь прочно связать Землю и Вселенную Альянса, что грозит человечеству приходом подкрепления инопланетных захватчиков и повторением семичасовой войны. Однако, используя код частоты волны портала, у повстанцев есть возможность закрыть его при помощи ракеты со спутником, на котором установлен Zen Resonator, запустив его из Белой Рощи. Но все усугубляется тем, что разведка Альянса обнаружила базу и туда уже направляется ударная армия. Фриман и Алекс вынуждены поторопиться, чтобы успеть доставить данные и предупредить повстанцев о надвигающейся угрозе. Глава 1. В Белой Рощу. Фриман приходит в себя внутри вагона поезда, потерпевшего крушение. Продвигаясь по поезду, он видит снаружи Алекс, который, используя гравипушку, помогает Гордону выбраться из вагона. Выйдя на открытое пространство, они наблюдают зарождение сверхпортала над руинами Сити-17 и связываются со штабом повстанцев, Белой Рощей, где укрылись отец Алекс Иллой Вэнс, ученый Айзек Кляйнер и их старый коллега по черной низе, Доктор Магнусом. Все вместе они руководят постройкой ракеты, при помощи которой планируют закрыть портал. Узнав от Алекс, что у них в наличии данные, украденные из главного суперкомпьютера Цитадели, Доктор Магнусом призывает ее как можно скорее доставить их ему, а сам ускоряет подготовку ракеты к запуску. Угледобывающей шахты имени Пятидесятилетия Победы на героев нападает боевой синтет Альянса, охотник, который наносит тяжелые ранения Алекс. Гордона выручает Вартигон, который освобождает его из-под завала и вызывает своих соплеменников, чтобы исцелить Алекс. Вартигон с Гордоном отправляются в шахты, чтобы получить помощь, но из зарухнувшего лифта пути Фримена и Вартигонта, поддерживающего жизнь в Алекс, расходятся. Фримену приходится пробираться через гнездо муравьиных львов, которое находится под землей и частично пересекается с шахтами. Глава 2. Кольцо Ворта. Добравшись до места назначения, Фримен вновь встречает уже знакомого Вартигонта, а также двух повстанцев Грикс и Шекли. Ожидая появления остальных Вартигонтов, Фримену, Грикс и Шекли приходится отражать атаки муравьиных львов из четырех тоннелей, используя самодельную систему сигнализации, предупреждающую о приближении львов, перепрограммированные автоматические пулеметы и мины, обычно используемые в войсках Альянса. Положение становится все сложнее, пулеметы выходят из строя, но подоспевшие Вартигонты помогают отразить последнюю и самую массивную атаку насекомых. Для спасения Алекс требуется особый личиночный экстракт. И для того, чтобы добыть его, Гордону и одному из Вартигонтов необходимо отправиться вглубь гнезда муравьиных львов. По пути Фримену приходится столкнуться со стражем гнезда муравьиных львов, которого нельзя убивать, так как, по словам Вартигонта, это погубит экстракт. Добыв экстракт, герои доставляют его к Вартигонтам, которые исцеляют Алекс. Однако во время исцеления, Фримена, воспользовавшись моментом, выдергивает из реальности Джимен и сообщает ему, что необходимо во что бы то ни стало доставить Алекс в Белую Рощу, Джимен упоминает, что всегда придавал Алекс особое значение, а также о некой плате, которую он возьмет за то, что спас Гордону жизнь. Джимен также внушает находящийся без сознания Алекс передать ее отцу, чтобы тот был готов к непредвиденным последствиям. После этого он исчезает, а Гордон и вернувшиеся к жизни Алекс намереваются продолжить путешествие в Белую Рощу. Один из Вартигонтов берется показать им путь. Другие Вартигонты уходят, чтобы продолжить охоту за советником. Глава 3. Мостостроитель Фримен. Выбравшись из шахты, герои замечают марширующую вдалеке крупную армию Альянса, которая движется в сторону Белой Рощи. Вартигонт говорит, что в лагере повстанцев неподалеку есть автомобиль, с помощью которого можно опередить силы Альянса. Добравшись до лагеря, уничтожив выбравшегося на поверхность стражи гнезда муравьиных львов и его сородичей, герои обнаруживают, что после столкновения там войск Альянса, повстанцев и щеткровав лагерь полон всеми видами паразитов и зомбированных ими людей, включая солдат Альянса. Вартигонт и Алекс, которая вооружилась снайперской винтовкой, остаются прикрывать Гордона, а сам он идет к автомобилю, который стоит на другом конце моста. Добравшись до машины, Гордон заводит ее и не без труда пересекает мост, из-за очередного портального вихря он частично обрушивается. Гордон и Алекс прощаются с Вартигонтом и продолжают свое путешествие на машине. Глава А4 вооружен и на дороге. Из-за того, что часть дороги разрушена, Фримену и Алекс приходится ехать по объездному пути. По пути им встречается заброшенная, но все еще работающая станция связи, где они пытаются связаться с Белой Рощей, отбившись от нападения отряда охотников Альянса. Однако из-за слабости сигнала доктор Магнусен не расслышал предупреждение Алекса о надвигающейся армии Альянса. Продолжив путь, герои натыкаются на разбившееся транспортное средство советника Альянса около небольшого поселка. Они пробираются к его барокамере внутри одного из зданий и обесточивают систему жизнеобеспечения. Вырвавшийся из кокона советник обездвиживает Примена и Алекс телекинезом и едва не убивает их. Но взрыв системы жизнеобеспечения ранит его и заставляет спасаться бегством. Советник успел вызвать подкрепление, отряд солдат и охотника, с которыми героям приходится сражаться. Когда они продолжают свой путь, за ними в погоню устремляется боевой вертолет Альянса. Алекс и Гордон добираются до одной из баз сопротивления, но двигатель машины выходит из строя. Гордон уничтожает вертолет, забросав его собственными минами при помощи гравипушки. Глава 5 на радаре, на базе повстанцев оказалась автомастерская. Алекс осталось помогать повстанцам с ремонтом автомобиля, а Гордон отправляется дальше, чтобы уничтожить преграждающий им путь аванпост войск Альянса, где они установили автоматическую пушку для борьбы с зомби, бредущими из Сити-17. Уничтожив пушку Альянса, Примен возвращается в мастерскую. За время его отсутствия повстанцы не только починили машину, но и установили на ней радар, показывающий тайники сопротивления. Герои продолжают путь, лишь изредка останавливаясь для проверки тайников, в одном из них даже обнаруживается ракетомет. Около заброшенной гостиницы войска Альянса устраивают засаду против Алекс и Гордона. В конце концов, герои добираются до Белой Рощи, встретив по пути робота-пса. Пес уничтожает страйдера, которого нес для разведки сбитый охранниками Белой Рощи-транспортер. Глава 6. Наш общий недуг. В Белой Рощи герои снова встречаются с лидером повстанцев и отцом Алекс Илаем Вэнсом. Вместе они направляются в первый отсек ракетной шахты, где Айзек Клайнер и доктор Магнусон, переругиваясь друг с другом, готовят к запуску ракету со спутником, который должен закрыть сверхпортал. Алекс передает Клайнеру добытые в сатадели данные. В этот момент происходит очередная тревога во втором отсеке шахты. И Магнусон отправляет Фримена разобраться с этой проблемой. По его словам, эти тревоги происходят целый день и виной их служат обычные вороны. Однако истинной причиной этих тревог оказываются внезапно атаковавшие базу элитные силы Альянса. Магнусон приказывает Фримену изолировать отсек, закрыть створки шахты, что тот и делает. При этом видно через люк отсека ракетной шахты одного из советников, который, вероятно, возглавлял атаку. После этого Гордон, Алекс, Илла и Клайнер просматривают видеопослание, записанное Джудит Мосман. В нем Мосман сообщает об обнаружении считавшегося потерянным корабля Бореи, на борту которого предположительно находится опасная телепортационная технология, разработанная в лаборатории исследования природы порталов. Клайнер предлагает использовать технологию против Альянса, но Иллы решительно отвергает это предложение, помни катастрофу в Черной Мизе. Сначала он решает сам лететь туда, чтобы спасти Джудит и уничтожить Бореи, но Алекс убеждает его, что она и Гордон справятся. Внезапно, на пустом экране на мгновение появляется Джимен, и Алекс передает отцу его слова, будь готов к непредвиденным последствиям. Шокированному Илаю становится плохо, и когда Алекс выходит, чтобы принести ему чаю, он рассказывает Гордону о том, что в последний раз слышал эти слова в Черной Мизе незадолго до катастрофы. По его словам, именно Джимен доставил образец аномального материала, из-за которого начался каскадный резонанс, и что именно Джимен тогда спас маленькую Алекс из Черной Мизы. В этот момент доктор Магнусон дает Фримену новое задание — помочь повстанцам защитить Белую Рощу от массированной атаки боевых страйдеров, которые пытаются сорвать запуск ракеты. Магнусон обучает Фримена обращению с созданным им оружием против страйдеров. Тем временем, техники повстанцев модернизируют машину Гордона. Радар теперь снабжен детектором движения, показывает врагов красными точками, союзников — зелеными, и посылает сигнал на костюм, чтобы ее машину было легче найти. Фримен и повстанцы принимают тяжелый бой против страйдеров в долине около базы, так как любой из них способен уничтожить ракету, подойдя к шахте на расстоянии, необходимое для выстрела. Кроме того, страйдеры постепенно разрушают укрепления повстанцев в постройках долины, где содержатся боеприпасы и мини-порталы, через которые доставляют устройства Магнусона. Глава 7, где минус 1. В благодарность за успешное отражение атаки именно Фримену доверяют начать запуск ракеты. Старт проходит успешно, после чего Магнусон и Кляйнер остаются в командном центре, чтобы контролировать состояние спутника, а Гордон, Алекс и Илой выходят наружу и наблюдают за закрытием сверхпортала. За время, пока подготавливался запуск ракеты и отражалось нападение страйдеров, Алекс успела починить и заправить старый вертолет Ми-17, чтобы без промедления вылететь с Гордоном на поиски Борея. Илой отправляется в вертолетный ангар, чтобы проводить героев в их скорое путешествие. В этот момент в ангар врываются двое советников Альянса, один из которых убивает Элая Венса. Другой советник обездвиживает Фримена и Алекс телекинезом и уже готовится убить Алекс, но их спасает пришедший на помощь пёс, заставив советников отступить. Игра заканчивается видом Алекс, плачущий над телом погибшего отца. История разработки Разработка Half-Life 2 Эписод 2 началась еще во время создания первого эпизода. В Valve выделили две команды разработчиков, одну для Эписод 1 во главе с Робином Волкером, другую для Эписод 2, возглавляемую Дэвидом Спейлером. Одновременное создание двух игр позволило более гибко подходить к сюжетной линии, объединяющей всю трилогию эпизодов. Кроме того, обе команды смогли быстрее разрешать технические проблемы, возникающие в работе над обоими эпизодами, в особенности те проблемы, которые касались портирования игр на приставке. Первоначально Valve наметили его релиз на конец 2006 года, но впоследствии эта дата была перенесена множество раз, как и в случае с первым эпизодом. В результате Эписод 2 вышел 10 октября 2007 года, хотя разработчики планировали завершить всю трилогию эпизодов уже к Рождеству 2007. Тем не менее, задержка между Эписод 1 и Эписод 2 оказалась меньше, чем задержка между оригинальным Half-Life 2 и Эписод 1. Изначально Эписод 2 по длительности был примерно равен первому эпизоду, однако в процессе разработки увеличился. За время разработки Valve выпустила несколько видеороликов к Эписод 2, обновленный тизер, трейлер, а также 5 роликов, демонстрирующих геймплей Эписод 2. Многие элементы игры, продемонстрированные в них, изменились к финальной версии второго эпизода, как видно в первом тизере. Первоначально Аликс получала серьезные ранения не от нападения охотника, а сорвавшись с полуразрушенного железнодорожного моста. Разработчики изменили этот сюжетный ход, поскольку тестеры терялись во время этой сцены, не зная, что делать, кроме того, Valve нужно было сделать первую встречу с охотником как можно более эффектной. В трейлере Эписод 2, когда Аликс лежит без сознания, Джеймен говорит ей другую фразу, которой в финальной версии игры не было, вы не должны здесь находиться. Забудьте обо всем этом, эта фраза Джеймен, а появилась еще во время создания Half-Life 2, откуда тоже была вырезана. В последнем, пятом деморолике, показывающем финальную битву в Белой Роще, видно, что войск Альянса, штурмующих базу сопротивления, ранее было гораздо больше. Помимо страйдеров и охотников против игрока выступали разного вида солдаты и штурмовить новые противники. Охотник, боевой противопехотный синтет Альянса, примерно 3 метра в высоту, передвигающийся как страйдер на трех ногах, отчего первоначально назывался министрайдер. Охотник, благодаря своим небольшим размерам, может проникать в здания и другие укрытия, куда, казалось бы, ни один противник добраться не может. Эти существа отличаются продвинутым и умением действовать в команде. Охотник достаточно силен в ближнем бою и может атаковать игрока с разбега, отбрасывая его, а также наносить удары ногами. В дальнем бою охотник выстреливает очереди из взрывных энергодротиков, которые втыкаются в твердые поверхности и через несколько секунд взрываются. Охотник хорошо бронирован, он достаточно прочен для обычного стрелкового оружия, Гораздо больший урон ему причиняют гранаты из подствольника МП-7, а также тяжелые или взрывоопасные предметы, бросаемые при помощи гравипушки. Ракеты РПГ на легком и среднем уровне сложности, плазменные шары, импульсные винтовки и сбивания автомобилем с разгона уничтожают охотника с одного попадания. Гордон впервые видит охотника в Эпи-Сут-1, в видеопосланий Джудит Мошман. Рабочий муравьиный лев встречается во время путешествия в гнездо муравьиных львов. В отличие от остальных видов муравьиных львов, рабочие не бросаются на игрока, а стараются держаться в отдалении, обстреливая его залпами едкой кислоты, этой же кислотой они проделывают ходы в горной породе. Попадание кислоты временно снижает показатель здоровья, подобно ядовитому федкрубу, но немного слабее. В момент гибели рабочий лев обдает окружающее пространство кислотными брызгами. Личинки муравьиных львов безвредны для игрока существа, которыми усеяно гнездо муравьиных львов. Более того, после смерти из них выпадают желтые шарики, обладающие слабым лечебным эффектом. Лечение проходит по динамической системе. Если у игрока мало здоровья, то восстановится больше жизни, чем при условии, когда игрок почти здоров. Также личинки служат дополнительным источником освещения в темных туннелях. Страж гнезда муравьиных львов. Новый вид мермидонта, отличающийся желто-зеленой окраской и отравляющими укусами. Страж гнезда охраняет личинок и преследует игрока во время его путешествия по гнезду в главе 2, его нельзя убивать, пока в артигонт не добудет личиночный экстракт, так как иначе экстракт будет испорчен, хотя сама его смерть невозможна технически. В третьей главе Страж вырывается из гнезда на поверхность, после чего игрок уже должен будет убить его. Солдат ближнего боя. Солдат альянса, вооруженный дробовиком для ближнего боя. Отличается от других повышенной жизнеспособностью иной униформой с оранжевыми окулярами в противогазе. Безногий быстрый зомби. Быстрый зомби, лишившийся нижней части туловища. От обыкновенного безногого зомби отличается повышенной скоростью передвижения. Он присутствовал еще в эпизод 1. Новый транспорт. В эпизод 2 присутствует новый вид транспорта, двухместный автомобиль, известный как внедорожник, анду. Хот-род, за основу которого взят желтый дождь чарджа 1969. Этот автомобиль игрок получает в игре в главе мостостроитель Фриман и едет на нем вместе с Аликс до самой белой рощи, а после управляет им в финальной битве. Для Аликс был разработан специальный алгоритм посадки в машину, действующий в зависимости от того, с какой стороны возможна посадка. Аликс может стрелять на ходу, но не часто, тщательно прицеливаясь. По словам разработчиков, это было сделано ради сохранения баланса и реалистичности. На протяжении игры внедорожник получает некоторые улучшения. В главе на радаре автомобиль оснащается радаром, указывающим на тайники с припасами, отмеченные радиомаячками. В главе наш общий недруг техники повстанцев приделывают к автомобилю держатель для устройств Магнусона. Радар снабжается детектором движения и показывает силы альянса красными точками, большими, страйдеров, более мелкими, охотников, а также мини-телепорта Магнусона. Кроме этого, радар автомобиля посылает сигнал на хэв-костюм Фримена, благодаря чему его легко найти, если он потеряется. В новое оружие, арсенал Гордона Фримена не претерпел изменений, за некоторыми исключениями, в игре, в отличие от Half-Life 2 и Episode 1, недоступна заряженная гравипушка, ввиду того, что цитадель, где ее можно было получить, уничтожена, а также отсутствуют фероподы. Ближе к концу эпизода, перед битвой в Белой Роще, доктор Магнусон обучает игрока обращению с созданными им специальными бомбами для уничтожения страйдеров, устройствами Магнусона, известными ранее как страйдер буст. При помощи гравипушки игрок бросает эти бомбы в корпус страйдера, и те крепятся на нем, высасывая энергию из треножника, после чего достаточно одного точного выстрела по бомбе и страйдер разваливается на куски. Таким образом, устройства Магнусона представляют выгодную замену сравнительно долгому уничтожению страйдеров с РПГ, использование устройств Магнусона. Тем не менее, осложняют синтеты охотники, сопровождающие страйдеров в финальной битве, охотник старается своими выстрелами сорвать заброшенную на страйдера бомбу, в то же время, саму бомбу можно использовать и для уничтожения охотников. Игровой движок. По сравнению с более ранней версией движка Source 7, которую используют предыдущие игры серии, в новую версию Source 14, было внесено определенное количество изменений. Новые технологии Source, используемые в Episod Ту-10, кинематографическая физика. Разработкой этой технологии занимался Грей Хорсфилд, бывший сотрудник известной студии компьютерных спецэффектов Veta Digital. Кинематографическая физика позволяет физическим моделям в игре деформироваться свободно, хаотично и непредсказуемо, а не по заранее просчитанной анимации, как это было раньше. То же касается и линий разрушения игровой геометрии, которые ранее должны были быть указаны создателем карты. Примеры действия технологии, разрушающиеся после портального вихря мост в начале игры и взрываемые страйдерами дома в Белой Роще. Новая система частиц. Новые улучшенные шейдеры версии 3.0, повышающие качество таких эффектов, как брызги крови, водный всплеск, искры, огонь, дым, пузырьки под водой и тому подобное улучшенное динамическое освещение и затенение. Технологии, призванные исправить ошибки старой системы затенения. С ее помощью динамические тени должным образом смешиваются с заранее просчитанными статичными и реагируют на изменения освещения, например, при включаемом фонарике. Объекты при такой системе могут отбрасывать несколько мягких теней, поддерживаются самозатенением и могут освещаться или затеняться по вершинам. В новую систему добавлено затенение по фонду и эффект римлайтинг, подсвечивание плоскостей объекта, находящегося между источником освещения и игроком, своеобразный эффект ореола. Рендеринг ландшафтов и растительности. Такой рендеринг в Episode 2 позволил создать большие открытые пространства с густой растительностью, на что ранее движок Source был не способен. Многоядерный рендеринг. Данная функция позволяет получать большую производительность игры на многоядерных процессорах. Размытые движения. Сторону реалистичности этой технологии размывает изображение перед игроком, когда тот резко меняет обзор своего персонажа, то есть, быстро вертит головой, помимо вышеперечисленных новшеств. В Episode 2 также повышено максимальное качество текстур до уровня очень высокое и имеется своя система игровых комментариев. В процессе обновления игр в Episode 2, а также в Portal, была добавлена возможность настраивать угол обзора игрока в значениях между 75 и 90 градусами. Рецензии и оценки. На 7 декабря 2008 года игра имела рейтинг в 91% на Game Rankings, основанной на 21 обзоре. Дэн Адамс из IGN поставил игре 9,4 и отметил отличную проработку обстановки и визуальных эффектов, но критиковал малую продолжительность — 6 часов. Также в этом году игра получила награду шутер года по версии Шопу. Half-Life — только качественный мерчик. Одежда, аксессуары, посуды и подарки от проверенных магазинов, футболки, майки, толстовки, свитшоты, шорты, штаны, бейсболки и чехлы для телефонов на тему Half-Life. Ищите где купить вещи на тему Half-Life. 9610 предложений от проверенных интернет-магазинов и производителей уже ждут вас. Посмотрите коллекции женской, мужской и детской одежды на тему Half-Life. Обратите внимание на популярные новинки и лидеры продаж. Найти мужские, женские и детские вещи с изображениями и надписями Half-Life легко и быстро. Для удобства выбора воспользуйтесь фильтром подбора по моделям одежды и аксессуаров. Заказать товары вы можете внизу, по ссылке под видео в описании.